привет друзья и подписчики канала зеленый сад с вами владимир и сегодня я за городом сегодня я буду рассказывать о мульче я покажу как она выглядит и для чего каждая нужна ну а кто не подписался подписывайтесь на канал оставайтесь на связи и я начинаю кора сосны средней фракции премиум это уже кора которая используется для основного слоя защитного то есть это уже защищает от избыток от избытка влаги от ливней то есть не дает лишней влаги проходить внутрь то есть влага уходит постепенно да ну что-то проходит что-то не то есть не заливает почву не промывает и и это уже защита от морозов зимний период времени это защита от засухи в летний период времени то есть если вы посыпали вначале мелкую фракцию потом вот эту среднюю фракцию то соответственно у вас уже будет растение защищено и зимой и летом ну и плюс пользу она постепенно будет перегнивать и тоже удобрять почву и тоже рыхлить ее вместе с мелкой фракции которые на ней сыпется плюс вот это премиум она уже с минимум количеством щепок то есть она уже еще декоративный эффект имеет то есть она чисто здесь конкретно вот этот мешок это очень свежая кора здесь видно каждую каждую щепочку которую никто не вытащит никогда не очистит то есть есть какие-то такие маленькие ну в том то и дело что я хотел показать вам самое свежее и как она выглядит потому что конечно если вот этот мешок полежит неделю-две вот этих щепочек уже не видно будет просто я хотел вам честно показать как мы производим ее чтобы у вас было понимание о качестве мульчи и о том как она должна выглядеть то есть видите кусочки то есть это все не такой каша с мусором с каким-то да с каким-то щепками там с какими-то длинными и так далее то есть это вот реально видите это кора просто многие звонили когда со мной общались по телефону по заказам то есть они по поводу вот этой коры говорили что там может мусор там и так далее ну какое-то было недоверие и мне говорили что вот у нас фотографии фотошопе сделаны там я говорю что просто мы помыли кору и сфотографировали то есть у вас соответственно вот эта кора дождиком помоется и будет то же самое мы просто что бывает она лежит кабину помыли сфотографировали поэтому так красиво получилось под дождем она он есть без дождя видите она как красиво выглядит вот это настоящая качественно муча то есть ориентируйтесь всегда вот на на вот этом если вам привезли что-то другое значит это уже не премиум это уже то что допустим у нас с примесью щепы есть если она полежит потемнеет вы даже не заметите что там щепки есть то есть поэтому я надеюсь просто сразу на многие вопросы ответить потому что много таких вопросов поступают и я вот хотел вам показать эту кору вот видите маленькие попадаются но настолько мизерные что их никто никогда даже вручную не вычистит а мы чистим это все вручную то есть поэтому вот такое качество высокого у нас и получается и плюс сырье еще мы хорошую находим закупаем если видите это хорошая кора красивая она будет радовать вас и внешним видом и надолго прослужит потому что свежая ну в принципе она даже если потемнеет там через месяц полежит то это тоже не страшно она в мешке может лежать вообще у меня хозблоки лежала два года я забыл даже потом достал она уже высохла потому что мешки у нас перфорированы она высохла и лежала так были десять бы наверно могла пролежать поэтому ничего и не будет только если на улице конечно наприть начнет там года два все равно может пролежать так уж конечно куда-то убирать я специально вам показываю более детально потому что это можно сказать уже такой талон средней фракции потому что когда потемнеет вы уже много вы не увидите а бывает так что ну это не у нас что клиенты звонят говорят что вас там таких толстых бревен веток нет и мы говорим нету конечно просто смотрите внимательно потому что когда все вот это начинает темнеть этого конечно уже микро вот эти щепочки их уже ничего не будет видно а если она дольше полежала и вам продают премиум а там извините бревно темное сливается с корой то ну стоит задуматься поэтому я вот честно вам сегодня снял обзор как выглядит кора сосны премиум то есть да конечно в ней какие-то маленькие щепочки могут попадаться это не такая проблема но это именно потому что это вот только дерево сокорки прошло и сразу же мы сделали мульчу поэтому тут ну вот прямо ну вот каждый видно это вы посмотрите насколько этого всего здесь мало то есть это какие-то единичные да то есть основная масса она конечно она уже это именно кора хорошая качественная поэтому надеюсь я на многие вопросы и покупателей ответил и вам было полезно узнать что такое мульча из коры сосны премиум для чего она нужна то есть повторюсь посыпается вокруг растений деревьев чтобы трава не росла от влаги лишние защищает от проливных дождей от засухи зимой от морозов то есть постепенно перегнивает удобряет трех лет то есть это универсальное средство которым должны принципе пользоваться все я пользуюсь ну кто знает просто еще некоторые люди не знают поэтому конечно снял видео показать как это вот выглядит и чтобы вы ориентировались чтобы вы знали что такое действительно мульча из коры сосны да потому что мульчой можно назвать и мусор то есть грубо говоря взять ветки какие-то пилки все перемешать замульчировать да это будет в принципе по своей сути это будет мульча да но это будет мульча не с такими полезными свойствами с такими декоративными свойствами это не будет красиво то есть это ну это просто куча мусора на вашем участке поэтому вот это основное то что посыпается вокруг растений дальше уже я покажу как выглядит крупная фракция то есть это уже для таких акцентов альпинариев ну вдоль дорожек и так далее надеюсь мой обзор был для вас полезен еще раз покажу как выглядит эта кора кора сосны средней фракции вот видите без фотошопа как нам говорили что мы фотошопе фотографии делаем поэтому мы сейчас и фотографии новые сделаем как раз с этой корой поэтому когда увидите новые фотографии не думайте что мы их фотошопе сделали просто видите она действительно смотрится очень красиво и сколько пользы от нее я вам рассказал ну как то так сейчас я еще немножко покажу вам чтобы вы видели как это должно выглядеть вот в этом кратком обзоре мы посмотрели как выглядит мульча для чего она нужна и как ей пользоваться поэтому если вам понравилось это видео оно было для вас полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал если кто не подписался потому что я сниму еще очень много интересных видео о растениях еде стройке будет много всего интересного оставайтесь на связи до скорых встреч